Добрый день! Давайте в этом уроке научимся делать тени от объекта. На примере этой фотографии. Для этого идем в левую панель. Выбираем инструмент Волшебная палочка. Кликаем по этому фону. Вот все выделилось. Теперь нам надо выделить именно эту девушку. Для этого идем вверх. Выделение. Инверсия. Вот она выделилась. В верхней панели есть Уточнить край. Кликаем Уточнить край. В открывшемся окошке можно немножко ползунками скорректировать. Допустим, сгладить. Так. Сместить край можно чуть-чуть. Так, чтобы наша тень не выходила за сам объект. И вот где Вывод В. Выбираем Новый слой. Кликаем ОК. Вот получилась она выделилась на прозрачном фоне. Теперь нам надо сделать к ней тень. Идем вниз. В правой панели внизу. Вот здесь добавить стиль слоя. Вот Fx. Буквочки такие. Кликаем их. Выбираем тень. Вот появилось такое окошко. Вот я его ниже сейчас опущу немножко, чтобы было видно. Вот смещение ползунок. Видите, если я отвожу и тень сзади этой девушки отводится. Можно где-то так оставить на 40, скажем. Размер в пикселях этой тени. Чем больше будет размер, тем более размытая эта тень будет. Поэтому давайте оставим так, скажем, 9. Кликаем ОК. Вот как бы тень у нас и появилась. Но мы хотим эту тень, чтобы она в другую сторону легла. Что для этого надо? Для этого надо сделать отдельный слой для самой тени. Поэтому Ведем сюда курсор. Вот где тень. Кликаем правой кнопкой мыши. Выбираем Образовать слой. Кликаем ОК. И вот получилась у нас тень фон копия. Можно тут глазок включить. Чтобы у нас была как бы уже на белом фоне видна эта тень. Вот у нас тень видна. Выделяем тень фон копия. Можно Ctrl T, а можно просто редактирование. И свободное трансформирование. Теперь вверху. Подводим курсорчик вверх этой сеточки. Нажимаем Ctrl. И левую кнопку мыши. Тянем ее вниз. Раз. Вот так. Где-то. Так. Смотрите. Вот где ноги. Чтобы тень выходила из ног. Корректируйте. Так. Можно ее, допустим, чуть уменьшить. Как вам будет уже интересно. Вот так, к примеру. Все. Кликаем Enter. Вот можно сказать тень готова. Можно немножко прозрачно сделать. Для этого опять же вправо. Вот здесь непрозрачность 100%. Выбираем, ну скажем процентов 50. И вот получилась у нас такая прозрачная тень. Теперь эти слои можно объединить. Кликаем фон. Правую кнопочку. Объединить видимые. Все в один слой. Вот и все. Осталось только сохранить. Идем в файл. Сохранить как. И выбираем уже, где вы хотите сохранить. Там на рабочем столе или в папке какой-то. Ставите формат файла JPEG. Чтобы здесь был. И сохраняете. Все. Потом после этого можете уже Photoshop закрыть. И посмотреть как оно будет смотреться. Ваша фотография. Уже с тенью. Вот такая вот фотография с тенью. Пожалуйста, если этот урок кому-то пригодится. Буду очень рад. Всего хорошего. До новых уроков. До новых уроков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok